Всем привет! Итак, что новенького на Доме 2? Максим Моргенштерн представил новый клип на свою дебютную песню. Зрители единодушны в своем мнении. У Максима нет голоса, дикция просто на нуле, вообще непонятно, что он поет. Он не поет, а лает. Гэ, а не песня. Алексей Адеев оказался творческим человеком. Он пишет стихи. Вот одно из последних творений Адеева. Я каждый вечер открываю дверь и вижу в ней разбитые осколки. Ты говоришь мне ласково, поверь, любовь, как книга, запылилась в полке. Адеев приударил за Бухонбалте. Говорит, что в жизни девушки началась белая полоса, ведь в ее жизни появился Алексей. Тем временем Ира Машов рассказал в видеоблоге о своей готовности жениться на Кристине. Так что конкурсу «Свадьба на миллион» быть. Валерий Комиссаров вставляет палки в колеса новому «Дому 2». Он поддержал Бузову в решении покинуть проект. Оленька – удивительная, потрясающая, великая умница. Она поняла, что из «Дома 2» сделали настоящую клоаку. Ему жить осталось совсем немного. В первый день выпуска рейтинги взлетят. А ко второй серии они быстро опустятся ниже средней доли. Чтобы удержать зрителя, в ход пойдут драки, а через неделю может быть даже поножовщина. Римма рассказала, что проходит стажировку на роль ведущей. И, скорее всего, ее оставят на проекте. Пришел второй кодони в юбке, пишут в комментах. Она не будет сопли жевать, как Орлова. Она даст там всем просраться. В общем, бывшие участники стараются, заманивают зрителя. Старых участников взяли на достаточно льготных условиях. У ребят не стали забирать их в инстаграм-аккаунты. И они напрямую могут работать с рекламодателями. Ермакова рассказала о составе участников. На новый проект взяли 10 старых героев и 15 новых. На поляне уже произошло много событий. Кодони открыл дом с ССЛ. Состоялся большой концерт, музыкальное сражение, где мерялись силами новички и старички. А новенькие участники – это 15 тиктокеров из команды популярного у молодежи блогера Дани Милохина. Ребята уже были раньше на АББ. Им запретили рассказывать о себе до 19 апреля, до начала эфиров дома 2. Интереса к ребятам в сети не очень много. Разве что вот обсуждают Ивана Балашова. Он модель, актер и тиктокер. Внебрачный сын Абрикосова пишут. Аганесян теперь точно вернется. А потом спрашивают, почему Хромина и Дерябина находят не мужиков. Кстати, вот до Алены Хромина последовало примеру Кристины Дерябиной. Она теперь по девочкам. Это произошло достаточно давно. Она просто скрывала свою избранницу от общественности, чтобы не шокировать народ. Судя по всему, Алене Савкиной на доме 2 не очень-то и хорошо. Она постоянно плачет, чего-то боится, сомневается, паникует. Морально мне очень тяжело, пишет она. Здесь все молодые, задорные. Мало кто поймет меня с моим вагончиком. Артем Сорока хочет вернуться на проект. Он рассказал, что ему поступило предложение с канала Ю принять участие в шоу. Он хочет вернуться, но пока еще думает, торгуется. А вот Вика Боню ведущей не стала. Она активно интриговала своих подписчиков. Публиковала видео из домовской маршрутки. Но получила отказ. Сейчас Боня отдыхает за границей. На дом 2 надеется попасть и Настя Балтер. Она снимает квартиру в Москве, ждет приглашения. Несмотря на то, что продюсер проекта о девушке отказал. Алина Галимова и Никита Рудаков живут вместе. Но они не пара. Ребята общаются очень хорошо. Они лучшие друзья. Ебаров публикует видосики с места работы. Он вместе с напарником строит комплекс. Барбекю, казан и русскую печь. Но хоть на работу устроился, пишут. Аня орет в три горла, что он блогер. Захаряш и Безбородова решили жить вместе. Давно поранивши 3 месяца в отношениях. Самое крутое, говорит Милена, что у нас будет огромный телевизор. 75 дюймов. Именно этого ей не хватало для счастья. А что новенького у Аганесянов? Саша обеспокоена серьёзным вопросом, как перестать храпеть. Дошло до того, что она своим храпом даже будет ночью ребёнка. А Йоси обнаружил, что лысеет. Пытается разобраться, что это нервы или генетика и ищет специалиста. Возможно, это реакция на дешёвые краски. Иосиф ведь так любит краситься в яркие цвета. Ряска провергла слухи от Ивана Барсикова. У неё никаких проблем, наоборот. Я приехала, пишет, в неизвестную страну сама, без никого, одна. Но спасибо, Нью-Йорк. Сейчас всё по-другому. Павел Бабич попал в жюри конкурса красоты Московского политехнического университета. Его взяли, потому что в 17-м году он стал мистером студенчества России. Он будет справедливым судьёй. Гели-Монах прислали фото любимого мужа, на котором он отдыхает на пышном бюсте какой-то брюнетки. Степан считает, что так себя вести и делать подобного рода фотографии – это нормально. Судя по сегодняшним стори с Аленой Савкиной, девушка переехала в женскую спальню. Не могу рассказать подробности, пишет, узнаете всё по эфирам. Арай Чабанян рассказал, что Ира Пинчук после росписи не будет брать фамилию мужа. Я считаю, ей очень подходит её фамилия, пишет. Это её фишка. Чабанян Ира не подходит. А вот общий ребёнок получит его фамилию. На этом всё. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»!